Здравствуйте! Вы смотрите СтопФейкНьюз, выпуск опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. С вами в студии Марго Гантар. На этой неделе шутку Яроша превратили в фейковую новость. Фотографию из Беслана представили как событие на Донбассе, а видео из Германии представили как украинское. Канал Минобороны России «Звезда» сделал новости шутки народного депутата Украины Дмитрия Яроша. Журналисты сообщили, что он якобы пообещал взорвать гранату на заседании Верховной Рады. Об этом он заявил в эфире Громадского ТВ. Ярош пообещал журналистам прийти в здание парламента с гранатой в кармане, с помощью которой будет бороться против врагов Украины. Он уточнил, что ему комфортнее находиться рядом с депутатами, имея при себе оружие, сообщает «Звезда». Для меня пребывание там, тем более в одном зале с откровенными врагами Украины, это дискомфорт. Не, но у меня есть гранаты. Я ее брошу, если будет крайний случай. Серьезно, с собой ношу. Они не имеют права обыскивать нас, народных депутатов. Эту новость распространили Russia Today, НТВ, Вести.ру. На Вестях сообщили, что Ярош рассказал, как постоянно обманывает охрану, мол, отрицательно отвечает на вопрос о наличии оружия и беспрепятственно проходит здание. Портал Украина.ру опубликовал эту новость с заголовком «Ярош грозится взорвать Верховную Раду». Однако фразу Дмитрия Яроша о гранате, а точнее его шутку, вырезали из интервью громадскому телевидению. В нем лидер правого сектора рассказал о перемирии, проблемах уголовного преследования бойцов добровольческих батальонов, а также прокомментировал свой статус народного избранника. Шутка о гранате в кармане прозвучала в контексте критики Верховной Рады и правительства Украины. По мнению Яроша, нужной трансформации власти еще не произошло и радикальных революционных изменений, которые требовал Майдан, в Украине пока нет. Однако перед тем, как шутить о гранате, в этом же интервью Ярош неоднократно подчеркивал, что не имеется ли решать вопросы в Верховной Раде методом агрессии или силы. Скандальная украинская журналистка Алена Березовская, которая в июне прошлого года возглавила издание «Украина.ру», открыто информационным агентством России сегодня, гендиректором которого является Дмитрий Киселев, сняла фильм о событиях 2014 года на Донбассе под названием «Дети АТО». Как сказано в аннотации к фильму, съемки проходили в разрушенных в результате обстрелов районах Донецка. При этом фильм начинается с показа нескольких фотографий покалеченных детей. Почти все они не имеют никакого отношения к Донбассу. К примеру, на 8-9 секундах фильма демонстрируется фотография, сделанная в сентябре 2004 года после трагедии в Бесланской школе фотографом Рамазаном Лакуевым. В данном фильме не показаны ни разрушения Донецка, ни какие-либо доказательства того, что разрушения были сделаны именно украинскими военными. На сервисе YouTube 7 января было опубликовано видео учебных стрельб якобы на Яваривском военном полигоне Львовской области. В подписи к видео сказано «Украина во время учений Rapid Trident 2014 в сентябре 2014 года». На видео видно, как американские инструктора обучают украинских военнослужащих использовать самый современный и высокотехнологический комплекс «Джевлин». Однако это видео было снято не в Украине, а в Германии 23 сентября 2014 года на базе армии США возле города Фильзека. На видео американские солдаты из 2-го кавалерийского полка, который там базируется. И напоследок сегодня об итогах мониторинга российских СМИ за 2014 год, который осуществлял MediaSapiens. Так, основными пропагандистами в прошлом году были государственные телеканалы «Россия-1» и «Россия-24». За ними идет телеканал Минобороны России «Звезда». Однако пропаганда стала частью редакционной политики и частных медиа. В первую очередь тех, которые полностью или частично финансируются за счет «Газпрома» или благосклонных к Путину олигархов. В частности, это канал НТВ, газеты «Комсомольская правда», «Известия» и другие. Влияние на западную англоазычную аудиторию осуществляет телеканал «Россия-2дэй». А также многочисленные эксперты, лоббисты России, выступающие в западных медиа. Источником фейковых и постановочных новостей часто становится телеканал «Лайф-Ньюз». Интенсивность новостей об Украине в российских медиа менялась в течение года. Своего пика она достигла в периоды Майдана, аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины. В эти периоды российские новости практически полностью были посвящены Украине. С сентября 2014 года мы наблюдали спады интенсивности сообщений об украинских событиях и изменения риторики. Ежедневная российская газета «Комсомольская правда» в прошлом году все время выступала активным пропагандистским рупором Кремля. Доходило даже до того, что она почти половину номеров посвящала Украине. Так, например, в марте вышло 19 обложек с украинской тематикой, в июле – 13. Приведенные выше цифры показывают, как в последние месяцы прошлого года внимание к Украине падает. Но это не значит, что украинские события освещаются правдиво и объективно. Вместе с тем Россия постоянно усиливает свое информационное присутствие в мире, в том числе и в европейских странах, пытаясь склонить западное общественное мнение на свою сторону. Что может противопоставить этому Украина? Это вопрос, который до сих пор остается без ответа. Это был выпуск StopFakeNews. Благодарим наших зрителей и читателей за поддержку. Следите за развитием событий вместе с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Напоминаем, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Если вы считаете наш проект нужным, вы можете нас поддержать. Реквизиты для перечисления средств вы найдете на нашем сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok